Доброе утро, друзья! Мы снова с вами! Да, доброе утро! Доброе утро! Идём в детский сад! Да! Давно нас не было видно и надеюсь, вы с нами скучали точно так же, как и мы скучали по вам. Уже стали даже приходить комментарии с вопросами, не заболели ли мы, не случилось ли чего. И сейчас мы вам обо всём расскажем. Да, сынок? Да! Прежде чем идти в детский сад, нам нужно зайти в город. У нас в садике... Так я тебя буду фотографировать. У нас в городе проходит выставка «Дети и осень». И вот нам нужно сделать фотографию Максима. Ну вот и всё. Фотосессию в парке провели, Макса сфотографировали, листьями пошуршали и теперь идём в детский сад. Я не умею залезать на дерево. Всё, Максик в садике. Я бегу за хлебом и пока расскажу вам, куда я пропала. Вы помните мою затею с теми делами, которые я хочу приучить себя делать в течение двух месяцев. Вот. И один из пунктов – это навести в порядке. Дома хотелось сделать генеральную уборку. Но какая генеральная уборка без мытья окон? В общем, мне было всё равно, что октябрь месяц, конец октября. И что достаточно холодно. Хотя день был погожей. В общем-то, ну то есть сейчас, например, холоднее. Но не к добру это всё было. Сначала я думала, что у меня аллергическая реакция какая-то на моющее средство, возможно, для стёкол. Но нет. Оказалось, что это простуда. И она, конечно, не очень серьёзная, без температуры. Но до сих пор я ещё разговариваю в нос, у меня ещё сохраняется насморк. Чувствовала я себя не очень хорошо, выглядела вообще ужасно. Захожу в ванную, смотрю на себя в зеркало, а оттуда на меня смотрит кикимора. Думаю, ну подкрашусь. Короче, кикимора была не накрашенная, а потом стала накрашенная кикимора. Не хотела абсолютно людям даже в таком виде показываться, тем более. Себя снимать, вам показывать. Вот. И вообще, монтаж отнимает много времени и сил, которых тоже у меня не было. Поэтому основную часть времени я проводила в горизонтальном положении, перед монитором компьютера. Смотрела видео, писала книгу. Вот так прошли мои две недели. Вот уже время приближается к обеду. Сейчас его как раз и буду готовить. Сначала поставлю запекаться в творожную запеканку. Как-то обязательно научу вас, покажу рецепт. Вот. И после этого буду готовить соус из курицы и картошечки. Творожная запеканка – это классный выход для тех, у кого ли твора не любят творог. Или если вы, например, творог не любите, а достаточное количество белка, всё равно нужно употреблять в пищу, как ни крути. И это такое вкусное лакомство, вкусный, полезный десерт, который готовится, в общем-то, в два счёта. Я всё время делаю большую порцию, потому что кушают у нас его все, и муж, и детки. И я, естественно, люблю. Муж и сын больше любят с изюмом. Ну, я, в общем-то, а дочка изюм не любит, поэтому я не добавляю. Так очень вкусно, если запарить, ещё добавить туда изюм. И съедается-то обычно у нас, ну, за день, вряд ли что-то останется. Но завтра, ну, может быть, какой-то кусочек и останется. Каждая хозяйка запеканку готовит по-разному, по-своему. Это как борщ своего рода. У всех он получается разный. Кто-то добавляет в него макароны или вермишель мелкую. Кто-то манку отварную, например. Я ещё так не пробовала, хотя мне советовали. Я добавляю сухую манку, буквально пару столовых ложек. Добавляю яйца. Добавляю сахар, где-то 4 столовые ложечки. И, собственно говоря, всё. Сейчас эта вся масса взобьётся с сахаром и с манной крупой. И мы поставим её запекаться в духовку при 180 градусах до румяной корочки. Ну и пока наша запеканка выпекается, мы будем готовить с вами соус. Что в моём понимании соуса, что мы называем соусом? Это такой картофельный суп. То есть в нём нет никакой крупы, никакой засыпки. И в него добавляется обжаренное мясо. Лучше, если это будет мясо разных сортов. У меня, например, курица и свинина такая на ребрышках, на косточках. Картошечку мы ставим варить отдельно. Мясо отдельно обжариваем. Потом добавляем в картофель. Очень вкусно, если сюда добавить, например, баклажаны или болгарский перец. Но сейчас у нас уже сезон прошёл. Овощи буду просто готовить с картофелем. Морковь добавлю, лук репчатый. И, конечно же, зелень. Ну, а я решила не дожидаться, пока приготовится соус. Сегодня обедаю пшёной кашей, отварной курицей. И немного у меня здесь овощей. Это синенький с болгарским перцем, тушёный в томате. А ещё заварила себе вот такой чай. Это мы привезли чайок из Турции. Этот с яблоком. Он ещё с каркаде. Запах идёт невероятный. Очень приятный аромат. Сейчас он остынет. Заварится, остынет. Добавлю немного мёда или, может быть, сахара сейчас. Не знаю, ложечку. И буду кушать. Приятного аппетита всем, кто обедает. Неужели мы были такими сумасшедшими в этом возрасте? Смотрите, что у нас нет варапа. Напоминаю вам, что я живу на четвёртом этаже. Боже, это капец. Какие чайные дети. Неужели им так хочется орехам, что стоит рисковать своей жизнью? Он залез на уровень четвёртого этажа на орех. И стоя на ветке трусил это дерево. Он сам мог свалиться вообще запросто. Я в шоке. Я в шоке. Уже с минуты на минуту домой придёт Владка. Буду её кормить обедом. Ну, а себе я пока приготовила перекус. Пью кофе натуральный с молочком. Ем запеканку. В этот раз она у меня такая беленькая получилась. Смотрите, очень высокая. Такая сочная, сочная, нежная и упругая. Стараюсь питаться правильно. Пока получается. А ещё я смотрю сериал. Это великолепный век. Мне уже много о нём людей говорило, что стоит посмотреть. И я действительно зависла. Я подсел на него. И сейчас я смотрю 50-ю серию второго сезона. Во втором сезоне 63 серии. Скоро уже закончится. И потом постараюсь сделать небольшой перерыв. Перед тем, как продолжить и, в общем-то, завершить просмотр. Приятного аппетита всем, кто кушает. Максюха. Привет. Привет. Уже наступил вечер. Мы Максика забрали из садика. Как прошёл твой день, сынок? Хорошо. Чем вы сегодня занимались? Мы делали... Ну, мы сегодня были художниками. Художниками вы рисовали? Рисовали. А что вы рисовали? Я рисовал цветы. А другие и другие. Другое. Каждый свою рисовал? Да. Всё понятно. Что ж ты мне не похвастался рисунком? Завтра покажешь? Да. Хорошо. Ну, мама, это посмотри, какая тачка. Да, красивая, да? Вот у меня на день рождения будет такая же. Ну, на какой-нибудь день рождения купишь себе. Да, папа? Ну, например, тачка со значком автобота. Это будет авто... Это настоящий автобот. Все мечты вокруг тачек и автоботов, да, сынок? Да. Вот она, детвора скалолаза. Оказывается, это целый бизнес. Мус говорит, пакет у них с орехами стоит, потом сдают. А вот... С ума сойти. Симба. Значит, он заез. Да. И Симба с нами домой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому